Итоги первого полугодия и исполнение инвестиционной программы подвели в ТОО Севказэнергосбыт. В 2019 году основные вложения будут направлены на улучшение качества обслуживания потребителей. Это порядка 20 миллионов тенге. Подробности в сюжете Алена Хан. Общественные слушания – отличная платформа для диалога, но сегодня на них никто не пришел. А между тем подводят итоги первого полугодия и исполнение инвестиционной программы ТОО Севказэнергосбыт. Она была утверждена в 2015 году. На 2019 год у нас инвестиционная программа составляет порядка 20 миллионов. Основные вложения инвестпрограммы будут направлены на улучшение качества обслуживания потребителей. То есть приобретение многофункциональных принтеров, приобретение компьютеров скоростных, приобретение инвестиционных программ и прочих. Электрическую энергию потребляют почти 164 тысячи абонентов, тепловую – около 74 тысяч. С начала года Севказэнергосбыт поменял тариф на теплоэнергию. Если общедомовых счетчиков нет, то потребители платят по 127 тенге за один квадратный метр. Те, у кого приборы учета есть, экономят. Но счета гасят не все. Североказахстанцы за полученную тепло и электроэнергию задолжали 155 миллионов тенге. Мы сейчас применяем гибкое отношение к нашим потребителям. В какой части? В части того, что если у наших потребителей возникают какие-то финансовые затруднения. Мы всегда идем навстречу, мы составляем графики. Но я хотел бы здесь отметить, что 99% населения являются добросовестными плательщиками. То есть своевременно оплачивают электроэнергию, тепловую энергию. В рядах злостных неплательщиков около полутысячи человек. С ними проводят индивидуальную работу. Если счет не погашен в срок, то сначала абонента письменно уведомляют, после чего производят отключение электроэнергии согласно нормативных сроков. Потом дело передают в суд. Ответчикам могут запретить выезд за пределы страны, наложить арест на имущество. В этом году из-за долгов потребителей на продажу выставили несколько квартир. Алена Ханжелдузбек Ермуканов, Новости МТРК.